Паводковая ситуация в Косталовском и Женибекском районах стабилизировалась. В данный момент ведется постоянный контроль уровня воды в реках. Это подготовка к приходу воды с российской страны. Подробнее в следующем сюжете. В селе Жихсабай, где подтопило большинство домов, сейчас ведутся восстановительные работы. Часть эвакуированных во временные пункты вернулась в свои дома. Сельчане благодарны всем, кто протянул руку помощи в сложный для них период. Большинство наших домов построены из самана. Они разрушены. Сейчас в поселке работает комиссия. Былаким района, области. Ждем от них помощи. Большая гуманитарная помощь поступила из Атрау. Мы благодарны нашим соотечественникам-атраутцам. Помощь поступает отовсюду. Жители районов нашей области, соседнего Атрау и других присылают одежду, обувь, продукты, финансовые средства. Спасибо всем, кто в месяц Рамазан оказал поддержку нуждающимся. В районе рек Большой и Малой Узине опасности подтопления нет. Об этом заявила Аким Косталовского района Рустем Зулкашев. По его словам, и в целом по району ситуация стабильная. Талые воды в трех местах повредили дорогу по направлению Кошан-Колю и Караубе. В скором времени размытые участки начнут восстанавливать. Уровень воды в реке Большой Узинь безопасный. До опасной отметки в запасе есть еще около метра. Для пущей безопасности, недопущения возможных прорывов и ЧАЭС мы открыли пруды по нескольким направлениям. Через них пришедшая вода идет на лиманы. По обеим рекам половодье еще не наступило. Процесс таяния снегов идет. Следим за ситуацией. В данное время руководство района планирует максимально сохранить прибывшую воду, используя ее для обводнения лиманов. Всю поступающую воду направят на лиманы сел Кошан-Коль, Карауба и Варфоломеевка. Это порядка полторы тысячи гектаров.